Всем привет! Сегодня буду показывать вам как будем делать плентуса. Купили вот такие вот белые плентуса марка. Можете посмотреть. Вимор MDF 105 2400 на 15. Вот так вот они выглядят. Покупал я в Леруа Мерлен. Одна единица, если не ошибаюсь, стоит что-то там 300 рублей вроде как. И с ним идет система крепления. Но мы это крепление не стали покупать. Будем клеить просто вот такой клей. Клей. Сейчас название вам покажу. Вот бисон монтаж кит. Клей для конструкции сверхпрочный. Как раз он подходит для плентусов и много чего еще. Выглядит это вот примерно вот таким образом сейчас. Обычно стандартные плентуса я не хочу ставить пластиковые. Мне они не нравятся. Так как мы все покрасили белый цвет. Здесь очень подойдет именно вот такая вот ширина. И это все дело углы будут ставиться. Сейчас вам покажу. Можно уголочек один. Вот упаковка. Вот такие вот уголки будут. Они вот срезаются. Одиннадцать, да? Тринадцать. Двенадцать. Двенадцать сантиметров будем делать срез. И сверху один еще продают наклейки. Мы эти наклейки не купили, забыли. Вот в таких вот пачках они продаются. По 6 штучек. Они идут как на угол внутренний, так и идут еще на внешний угол. Вот там будет внутренний, внутренний, внутренний. Здесь вообще соединяются вот внешний угол. Где может быть? Вот как вы видите, здесь идет такой вот внешний угол. Здесь у нас сейчас пока еще не доделано. Это будет, я не знаю, примерно, наверное, как-то вот таким образом будет ставиться. Отсюда его, получается, сюда подходит, оттуда сюда. И он будет являться внешним углом. Простая, понятная такая конструкция. Двенадцать сантиметров срез, а потом сверху белая наклеечка. И получается такая цельная конструкция. Смотрится вот уже предварительно. Можно оценить очень красиво. Можно даже поставить уже внутренний уголок. Вот так это все дело, конечно, поплотнее делаем. Вот так вот соединяем, соединяем. Получается вот такая вот красота. Здесь как раз двенадцать сантиметров срез. Чуть должно быть выше. Ровненько не нужно резать, это некрасиво. Чуть выше. И вообще самое то. Вот можете посмотреть, например, у меня идут темные полы дерева, белые покрашенные стены и вот такие вот плинтуса. Шикарно. Просто шикарно. Ребята, переходите с этих стандартных пластиковых плинтусов. Они смотрятся очень стремно. Вот на такие вот вещи. Вариантов вот таких плинтусов очень много. Это вот стандартно. В Leroy есть. Но еще продают подороже. Там какие-то формы. Под заказ можете делать. Там вам конструируют. Конечно же, это все будет стоить намного дороже. Ну, с этим можете сильно не заморачиваться. Вот это самое то, что нужно. Так, еще раз. Размер получается у нас сорок сантиметров. Ну, сорок миллиметров. Так, сто пять. А, нет, ошибочка. Сто пять десяти сантиметровые. Вот, на два с половиной метра, грубо говоря, толщина пятнадцать. Вот. Мы уже просчитали на весь дом. У нас будет тридцать девять метров плинтусов. Вот таких. Уже закупили их. В итоге покажу, что у нас получится. Кстати, смотрите, тут, если мы будем это дело соединять, эти квадратики являются также стыбовочным материалом. Сюда также ставите вот этот соединитель. Ну, вон тут фигня, короче. И продолжайте. Все. Будем это клеить. Ты слезал, да, Варус? Да. Вот сейчас давайте посмотрим. Двенадцать сантиметров. Все. Вот нормально. Да, вот самое то, да? Да. Сверху еще наклеечка будет. Вот этого цвета сверху не будет желтого. Будет все беленько. Вот так. Все четко. А тут, получается, вот если вы делаете пронолжение, оно будет выглядеть вот так. Тоже так же срезается, ставится и дальше погнали. Вот. Сделаем, посмотрим, что у нас из этого всего получится. В моем кабинете завершили делать стеновую панель. Выглядит вот таким вот образом. Тут еще наклеечки, потому что крепили, чтобы это все дело, конструкция была устойчивой, пока мы все закрепим. И по бокам у нас еще будут углы. И будет уже завершенный такой свет. Сзади, вот тут видите, есть расстояние такое. Вот в этом расстоянии я купил ленту светодиодную разных цветов. Контролируется с пульта. И я смогу включать и менять сзади вот фоновый свет. Так как стена белая, будет тут красиво отражаться. Здесь оставил провод 220. Сейчас я вам покажу систему, которую хочу сюда подключить. Также здесь внизу проводочки. Отсюда будет подключаться блок питания. И по этим проводкам с той стороны еще будет. Тоже лента будет проходить. И вот внизу уже выбили. Сейчас я вам чуть издалека покажу. На ванну не обращайте внимание. Это у меня будет здесь она стоять. Сейчас здесь процесс укладки будет. Потом перенесем. Полы здесь уже сделали. Вот такие вот у меня полы. Потом зачистим. Сейчас принтуса, конечно же, стучат. Вот такая вот стеновая панель. Вот тут будет у меня стоять стол кабинетный. Двери уже есть. Смотреть вот с внутренней стороны двери идут в цвет пола. Вот конкретно у меня кабинет будет. Здесь будет тоже коричневый диван кожаный. Кондиционер там уже установлен. Пока вот на таком вот этапе. Кабинет у меня, кстати, закрывается. С внутренней стороны еще на ключе. Вот блок питания идет. Это у меня пульт, который будет переключать на разные цвета. Включать, выключать в целом. И вот так вот выглядит сама лента. Все это дело я купил в Dura Merlin. Вот такой комплект. Ленту можно резать. Получается, у меня с двух сторон она будет. Блок питания подрубается. Переходник вот тут где-то есть. А потом уже идет к ленте. Кстати, взял еще вот такую вещь. Детектор металла. Прибор для поиска металла и проводки. Для чего? У меня здесь везде проходят провода. Но они, конечно же, в стене запрятаны. И если мне вдруг понадобится что-то где-то подвесить, чтобы не ошибиться и не вбить в провод, вот нужно такое приспособление. А ее как ты будешь резать? Ее болгарка. А, только болгарка, да? Ну, она никуда не вводит. А вот эти бывают большие? Такие? Ну, вот. Такие? Приспособление под это. Или это бессмысленно, да? Больше не видел. Самое большое, да? Обычно 60 сантиметров идут они. Может есть, но не видел. Тут можете посмотреть. Поддон уже сделали. В процессе все идет. Там трап. Получается, здесь такую вот окантовочку сделали. Все ровно, без бортиков. И вот такая вот укладка. Здесь уклон, 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 уклон. Чтобы вода там не скапливалась. Все уходило в трап. А тут уже будет стекло. Сама душевая кабина. Мы сделали так, что вот как бы переход в стену. А тут уже сам душ будет устанавливаться. Вот так, что вот. Ну, это что? Ну, это что? Ну, это не просто. Ну, это, что я делаю. Ну, это тоже так, чтобы еде. Уфа соль, как ни делом. Уфа соль. Ну, оно что для нет. Уфа соль. Это все. Ну, это просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Весь мусор мы выкидываем. За все время использовали целый контейнер на 4 куба вроде бы. Когда вы здесь дом покупаете, вы оплачиваете первый вывоз мусора. Это стоит, если я не ошибаюсь, 4 тысячи рублей вроде бы. Точно потом скажу. У нас, я думал, нам не надо вроде как тут у нас больше чистовая. Мусора не будет. В итоге хотите вы этого или нет, мусор у вас будет. Поэтому и при покупке дома сразу автоматом включено то ли 4, то ли 8 кубов мусора. Вроде 8, 2 контейнера. Да-да, 2 контейнера мусора. Один контейнер мы уже использовали. Вот такие вот делища. И в принципе тут у нас ничего не осталось. Двор. Все в земле пока. Но вот это именно земля. Ее нельзя использовать для посадки. Не годится. Чай? Да, можно. Сейчас пойдем чаек попьем. Тут, если вы хотите что-то посадить, уже нужно приводить. Нормальный там чернозем. Удобрения какие-то. Внешне здесь, посмотрите, вот забор есть. И сделан, кстати, могу сказать, очень качественно. Столбы. Идут кирпич, ворота. Все уже готово. А внутренний забор вы уже делаете сами. Это мы будем делать совместно с соседями. Но я не знаю, соседей дожидаться, наверное, не буду. Сам сделаю. А потом они уже выплатят мне вот эту часть. Ну а если не выплатят, да и хер с ними. Для меня это не сильно проблема. Я не заморачиваюсь насчет этого. Но если переезжать, я думаю, что нужно обязательно сделать забор, чтобы было понятно, где наш двор и что тут строить. Вон там, видите, вот люди тоже что-то уже делают. Там заехали. Вон там вдалеке заборчик тоже есть. Мы тоже здесь все это дело окантуем. И уже будет более-менее понятно, что где можно построить. Я уже найму ландшафтного дизайнера, контору какую-нибудь. Они мне здесь полностью распланируют, где у меня будет гараж, где будет у меня что-то типа баня, беседка, газончики, деревья, площадка. Также здесь коммуникации нужно будет продумать. Ливневка, где будет вода проходить и все такое. Отмостку вот эту будет делать кто нам продавал дом. Они в том году еще не завершили вот этот этап. Вот если там посмотреть, например, вот у них там уже асфальтная окантовочка есть. Подготовлено и сделают. Вот. Но в принципе мне здесь эта асфальтная окантовка не нужна, потому что я здесь буду чуть по-другому все дело планировать. Может быть с этой стороны и не буду ничего делать. Сам спланирую будет все по-другому. Вот так. Вот это основная дорога. У нас в охеренном просто закрытом поселочке. В элитном или не элитном, неважно. Для меня здесь просто по кайфу. Здесь все красиво, чисто. Уже есть асфальт. Проведены все коммуникации. Тут у нас будет газончик. Скоро посажены уже деревья. Вот это дерево чуть скосилось. Нужно будет, когда будут они газон делать, попрошу, чтобы его чуток выровняли. В общем, по коммуникациям здесь все уже есть. Центральная канализация, система. Как в городе, вода центральная. Газ проведен. Как вы видите, столбы здесь уже есть. Очень все красиво подсвечивается. Также здесь есть, смотрите, щетки выведены. На улице стоят. Открываете, и здесь идут вот эти, ну, считывание, в общем, по электричеству. Счетчики эти гребаные, счетчики. Забываю всякие там названия. Здесь люк. Проходит проводка всякая. Уфанетчики приходили. Это у нас интернет-провайдер. Уфанет есть такой. Сюда залазили. Все это дело пытались провести. В некоторых местах еще лед был. Так что сказали, подождем еще пару неделек. И у вас будет интернет. А так, сюда уже интернет кабельный проведен. Высокий, на высоком уровне инет. Какой-то там новый вид проводки. Скорость, в общем, максимальная. Так как я блогер, естественно, мне это очень важно. И у меня работа зависит от интернета. Я их под напрек. Сказал, давайте, ребята, побыстрее это все дело. Все провели, все провода есть. Остается только подрубить это все дело к дому. И, в принципе, все. Вот мой домик. Поставили здесь кондиционер к моему кабинету. С той стороны поставили тоже кондиционеры. Вот так вот выглядит. Так что вот приходите, покупайте. Некоторые дома тут свободны еще. Там дом купили. Работы ведутся. Вон там машина стоит, работы ведут. В седьмом там доме уже живут. В общем, тут много уже домов скупили. И при этом могу сказать, что здесь такие люди нормальные. Люди, у которых есть деньги. Люди, которые хотят работать, жить, наслаждаться. Чистота, порядок, чтобы было. А не так, что там, не знаю, вышел, загадил. Вот такой вот у меня поселочек. Смотрите, как красиво идет стыковочка с одноличниками вот этими. И по толщине все совпадает. Здесь вот переход получается так. Сверху так вот заклеится белым цветом. Вот эти нюансы, если останутся, это мы затирку какую-нибудь белую, там, замазку купим и тоже вот эти места затрем, чтобы таких вот тем не было. Но идеально не вариант сделать, прям идеально. В целом, просто шикардо. Здесь уголочки поставили, все. Клеем приклеили. Можно не всверливаться, не париться насчет вот этих приспособлений. Если вы в Леруа будете покупать, вам предложат там железки такие. И в стенку нужно всверливаться, потом они насаживаются. Можно обойтись вот таким вот хорошим клеем. Вот. Все. И это все дело никуда не денется. Ну, если вы прям сильно заморачиваетесь, то можете, в принципе, сделать так, как должно быть. Но я думаю, этого достаточно. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok